Масштабы любых работ, которые ведутся в Китае, могут поразить воображение любого человека. Железная дорога в Китае была и остается транспортом номер один для перемещений между городами. Пассажирская ЖД-сеть в Китае, наверное, уже самая крупная в мире и продолжает постоянно расти и крепнуть. В принципе, для страны с такой высокой плотностью населения сложно было бы придумать что-то другое. Китай намерен построить самую сложную в мире горную железную дорогу. Она пройдет по Цинхай-Тибетскому Нагорью, одной из самых геологически активных зон Земли. Длина новой железной дороги будет 1629 километров, а плановый срок полного окончания работ – 2025 год. С первого взгляда не очень длинная дорога, но сложности рельефа, по которой она пройдет, находится на запредельном уровне. Из истории вопроса. Еще в 2006 году в Китае сдали грандиозную линию на Алхасу – самую высокогорную в мире. Линия проходит через перевальную точку с высотой 5072 метра. Протяженность ее – 1956 километров. Она соединила Тибет и внутренний Китай магистральной ЖД. Затем линию продлили до Шиганза. Это еще 253 километра вглубь Тибета. Но на этом китайцы не успокоились, поставив новую цель – соединить Тибет с коренным Китаем второй широтной линией из Сычуани. Будущая линия получила название «Сычуань-Тибетская железная дорога». Технически, по сравнению со строительством Цинха-Тибетской железной дороги, строительство Сычуань-Тибетской железной дороги еще сложнее. Это похоже на строительство огромных американских горок между самыми грозными и сложными долинами на крайнем Плато. Лин Ши Цин, заместитель главного инженера, объяснил. Инженеры должны решить множество задач, таких как географическая ошибка, сильное землетрясение, плотный слой булыжника, сильная геотермальная преграда, низкий запас кислорода в туннеле и так далее. Кроме того, железная дорога Сычуань-Тибет будет пересекать реку Ярлунг-Цангпо 16 раз. В общей сложности 300 километров железнодорожных тоннелей или 74,6% всей железной дороги. В целом, в будущем железная дорога Сычуань-Тибет будет перевозить более 48% пассажиров, пребывающих в Тибет, и 41% грузов в Лхасу будет также транспортироваться по этой железной дороге. Между тем, это не только облегчит транспортировку в тибетскую автономную префектуру Гарзе, префектуру Чамдо, Нингчи и Лхока, Шанан, но и принесет пользу торговли Китая со странами Юга Азии. На данной схеме видно обе железные дороги на Тибет. Из Цинхая – зеленый цвет работает, и из Сычуани – красный – строится. Сычуань-Тибетская железная дорога станет главной магистралью железнодорожной сети Западного Китая, связывающей Тибет с более развитыми центральными и восточными районами. Магистраль будет брать начало в городе Чэндо, административном центре провинции Сычуань. Пройдет через сычуанские города Яань и Кандин, тибетский город Чамдо, откуда далее протянется потом через Линьджи и Шаннань-Далхасы, административного центра Тибетского автономного района. Участок дороги Яань-Ниэнчи, как предполагают инженеры, станет одним из самых сложных железнодорожных проектов в мире, поскольку он проходит через южный участок Тибетского Нагорья и пересекает сразу несколько сложных геологических зон. Вся протяженность проекта на 80% состоит из тоннелей и мостов, а суммарный перепад высот превысит 16 тысяч метров, что эквивалентно двум высотам самой высокой в мире горы Эверест. Проектная скорость движения поездов по ней составит 160-200 км в час. После ввода данной железной дороги в эксплуатацию, время в пути из Ченду в Лхасу сократится с 48 часов до 13 часов и, по прогнозам, обойдется в 37 миллиардов долларов. Уже построен полуторакилометровый туннель Милин, который был проложен на 435-километровой железной дороге Сычуань-Тибет, который соединит Лхасу с Нинчи в юго-восточном Тибете. Туннель является одним из шести десятикилометровых туннелей, которые строятся на самой сложной части линии – 160 км в час. Туннель Милин находится на высоте около 1200 метров от поверхности и имеет среднюю высоту 3100 метров. Туннель считался самым трудным орешком для железнодорожных строителей и его завершили 7 апреля. Было заявлено, что его завершение ознаменовало огромный прогресс в реализации проекта строительства гигантской железной дороги. Из-за большой высоты холодного климата, сложной топографии и неудобного транспорта трудно развивать экономику Тибета и западного Сычуани. Когда Цинхайская тибетская железная дорога была завершена, экономика Тибета быстро росла, поскольку она оказала большую помощь в содействии развитию промышленности, уменьшению стоимости входящих грузов, более эффективному использованию природных ресурсов и привлечению растущего числа туристов. Тем не менее, некоторые люди на западе провинции Сычуань и Тибет по-прежнему страдают от тяжелой жизни, потому что они редко имеют возможность контактировать с внешним миром и развивать свою экономику. Считается, что железная дорога Сычуань-Тибет снова будет иметь большое значение. Железнодорожный вокзал Сычуань-Тибет можно разделить на три части. Железная дорога Кангдин-Нинчи и железная дорога Лхаса-Нинчи. Строительство началось с двух концов железной дороги. Железная дорога Ченду-Кангдин, включая железную дорогу Ченду-Яань и железная дорога Яан-Кандинг, соединяет Ченду и Кандинг, проходя через Яань. Его начали строить в 2014 году, а завершилось его строительство в 2018. Этот участок простирается на 325 километров, а максимальная скорость поезда, идущего по железной дороге Ченду-Кангдинг, достигает 200 километров в час. Железная дорога Кангдинг-Нинчи – самая длинная, самая жесткая и красивая часть среди трех железных дорог. Железная дорога Кандинг-Нинчи протянулась примерно до 1200 километров со многими туннелями и мостами. Эта железная дорога покажет вам совершенно очаровательные природные виды. Железная дорога Лхаса-Нинчи является общим участком железной дороги Сычуань-Тибет. Железной дороги Сычуань-Тибет в стадии строительства и железной дороги Гань-Су-Тибет в стадии обследования. В реализацию данного проекта, стартовавшего в конце 2014 года, было вовлечено около 20 тысяч строителей. Железная дорога Сычуань-Тибет позволит построить железную дорогу, соединяющую Китай, Непал, Индию и другие страны, что будет способствовать росту экономики региона с помощью удобных транспортных перевозок. Продолжение следует...